Зима в этом году выдалась очень снежной, да еще и синоптики предсказывают нам раннюю и довольно теплую весну. Поэтому экстренные службы уже начали подготовку к возможным паводкам. Весеннее половодие называют одним из самых тяжелых видов чрезвычайных ситуаций. В России ежегодно происходит от 40 до 70 крупных наводнений. По данным Росгидромета, этим стихийным бедствием подвержены около 500 тысяч квадратных километров. В текущем году в Московской области может быть подтоплено более 150 населенных пунктов. Из-за большой снеговой нагрузки в этом году проведение противопаводковых мероприятий необходимо уделить особое внимание. В подготовке к возможным весенним паводкам и организации системы повещения населения было посвящено очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципалитета. В Ленинском городском округе могут быть подтоплены отдельные территории населенных пунктов и садоводческих объединений. В зоне Рейска также коттеджный поселок Факел-2, СНТ-химик в горках Ленинских, СНТ-ветеран в городе Видное, промзона деревни Опаренки и деревни Мамонова. Начальники территориальных отделов рассказали, какие именно локации на подведомственных им территориях следует включить в противопаводковый мониторинг. ЖК «Видный город» вызывает опасения. Мониторила ситуацию осенью и сейчас наблюдаю, что будет подтопление Расторговского шоссе. Складирование снега со своих территорий Дом РФ осуществлял на земельный участок, который граничит с этими СНТ, угроза подтопления очень большая. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием, в ближайшее время будет составлена карта с указанием всех точек, находящихся в зоне риска. Организован круглосуточный мониторинг, зоопаводковая обстановка и проведено обследование и санитарная очистка водных объектов, ливневых стоков и канализации, проверка гидротехнических сооружений. Мы говорим, что из этих 22 плотин есть проблемные и они находятся в частной собственности. Мы должны не только предупредить письмом или еще что-то, а обязать собственника в данном случае исполнить необходимые мероприятия, такие же, которые сегодня делают наши коллеги. Кроме того, будет продолжен проект по организации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения жителей. В этом году планируется установить 11 серийно-речевых устройств, что позволит охватить до 98% населения.